Протираю, значит, балконный столик. Смотрите, прошло три дня с тех пор, как я его помыла полностью под душем. Вот, это желтая пыль. Она на камере почему-то коричневая, но по факту она желтая. Вот представляете, что у нас происходит, да, из-за цветения. Вы говорите, постели скатерть, постели коврик. Это невозможно, потому что коврик и скатерть я буду стирать просто каждый день. Это очень негигиенично. Посмотрим, что будет летом. Летом такого, конечно, не будет. Прям такой вот пыли и пыльцы. Но, тем не менее, я стараюсь балкон держать голым. Голым, чтобы его можно было помыть легко. Ну что же, опять все сама, все сама, всю красоту навожу сама. Ногти сделала, сейчас буду делать себе волосы. Знаю, что показывала в сто раз, в сто первый раз показываю, потому что вопросы не окончаются. Это то, чем я крашусь. Это то, что я для себя открыла за последнее время. Я много красок перепробовала. Вот этот самый для меня оптимальный вариант и самый оптимальный цвет. Восьмерка, точка, ноль. Просто восьмерка. Чистая. Ничего не подмешиваю. Наношу только на корни. Половину красочки размешиваю. Половина ждет своего часа. Гарния Color Naturels. Советую волосы не жесткие. Например, от палет у меня вообще волосы как мочалка. Реально неплохая краска, но гарния мне нравится больше. Друзья, привет! Добро пожаловать в мой влог. Меня зовут Маша и я живу в Турции, в городе Адана. Мы сидим дома на самоизоляции. Кстати, мне кто-то объяснял, что есть принципиальная разница между самоизоляцией и карантином. Это юридически совершенно разные вещи. Поэтому мы не на карантине, мы на самоизоляции. А самоизоляция – это добровольное действие. Сегодня я покрасила себе корни, покрасила брови. Я специально держала хну очень мало, потому что я становлюсь чересчур восточной девушкой. И у меня становятся очень грубые черты лица, когда у меня темные брови. Брови должны быть чуть потемнее основного цвета волос, а у меня мои натуральные брови какие-то очень светлые. Почему-то, то ли они выгорели, то ли что-то с ними случилось. Вообще, я всегда была чернобровая, но Турция у меня сделала какой-то светлобровый. Или это на контрасте с остальными чернобровыми девушками, я кажусь какой-то слишком светленькой. Значит, корни готовы, брови готовы, ногти готовы. И всё это бесплатно. Прошу заметить. Я, кстати, те процедуры, которые могу делать сама, я делаю в основном сама. То есть карантин на меня, самоизоляция, простите, никак не повлияла. Многие воют волком от того, что вот, мы не можем сходить там на брови, на ресницы, ещё куда-то. Да, ресницы, наверное, сама себе не сделаешь. Но я вот как-то почему-то не пострадала. Поэтому я всегда и говорю, девчонки и ребята, в жизни нужно уметь всё, уметь всё. Но это не значит, что это нужно делать каждый день. Но умение, любое умение, оно очень круто пригождается. Воскресенье у нас семейный день. Всё равно вот как-то я стараюсь в своей голове выстраивать череду дней недели. У нас всё-таки семейный день, потому что у меня супруг работает. Он каждый день ходит хотя бы ненадолго, но ходит на работу. А в воскресенье вот мы провели вместе, провалялись на диване, что-то готовили, ели. И я вот какая-то такая в слишком расслабленном режиме провела этот день в пижаме. И я поняла, что я так вообще не могу. Я не могу быть вот такой вот какой-то заспанный, какой-то не чёсанный какой-то. Вот не могу. Можно себе позволить это сделать раз в неделю, но каждый день нет. Поэтому, может быть, я осмелюсь вам посоветовать, если вы страдаете из-за карантина, если вы страдаете из-за того, что вы постоянно сидите дома, а многие прям-таки страдают из-за этого, постарайтесь приводить себя в порядок, чтобы у вашего мозга был сигнал, что вы не дома, что вы куда-то собираетесь, что вы так раз, раз и в тонусе. Это, кстати, очень держит в тонусе, когда вы накрашены. Например, вы по-другому себя ощущаете, по-другому себя несёте. Здесь то же самое, когда девушка одевает платье, надевает платье. Она начинает по-другому себя даже вести. Поэтому, мне кажется, дома нужно краситься, как это не парадоксально бы звучало и выглядело. Может быть, ваши домашние будут удивляться, почему вы краситесь, но потом они благополучно прыгают. Кстати, в Турции появилась возможность бесплатно заказать себе маски. Я точно сказать не могу, что это за процедура и как она осуществляется, но я... и кому они положены, кстати. Но такая возможность всё-таки появилась, и это очень приятно. И это можно осуществить через E-Devlet. E-Devlet это что-то типа нашего российского государственного портала госуслуги. Нужно подавать заявку. Но я думаю, что пока эта заявка исполнится, что карантин весь пройдёт. Кстати, я сегодня прочитала о новостях, что Турция планирует открыть туристический сезон у второй половины мая. Ну, звучит, конечно, обладёживающе. Сначала она собиралась открыть туристический сезон в начале мая, а теперь, спустя несколько дней, новость так передвинулась, знаете. Я думаю, что, конечно же, никто никаких прогнозов строить не может. Может только предполагать, что и как пройдёт, основываясь на опыте других стран. Вы знаете, я уже к существующему положению привыкла. Я не особо так... Честно сказать, я не особо пострадала, потому что я, в принципе, всю свою деятельность вела дома. Единственное, что чисто психологический момент, наверное, нас всех гнетёт. Большинство людей гнетёт именно психологический момент, потому что люди не от сидения дома с ума сходят. Люди сходят с ума от того, что они не знают, что будет, чем это грозит. И для них это реально новая ситуация. И когда это закончится, кстати, всё новое, неизведанное, оно нас напугает. А сидение дома, оно как бы сидение дома. Мы большинство устали, большинство устали работать. Многие хотели посидеть, отдохнуть. Многих пугает отсутствие зарплаты. Многих пугает тот момент, что рано или поздно деньги кончатся. Многих пугает экономический аспект. Я знаю, что сначала люди боялись именно вируса, а сейчас уже немножечко так осмотревшись, люди стали пугаться именно экономической ситуации. Кстати, не я единственная. Многие блогеры стали жаловаться на то, что очень многих приходится блокировать. Да, мне вот очень многих людей приходится блокировать, потому что раньше такого сумасшествия не было. Люди действительно сходят с ума. И многие пишут, ну такую ерунду, такую фигню вообще, что единственный способ остановить человека в его потоке бессмысленного сознания, это просто его заблокировать, не вступая с ним ни в какие вообще перепалки. Я понимаю, что многие так пытаются избавиться от стресса за счёт, наверное, кого-то. Это понятно и логично. И, в общем-то, YouTube и комментарии зрители для меня всегда это как зеркало мира, что ли, потому что вот в полнолуние у людей там начинаются какие-то активности. Вот сейчас люди стали, многие очень агрессивно себя вести. Большинство, конечно, ведёт себя нормально. Кто всегда был со мной на позитиве, он и остался со мной на позитиве. Но вот появилось очень много залётных пользователей, которые просто вообще сходят с ума, у которых просто срывает крышу. Понятное дело, что единственное окно в мире у них это интернет, куда они могут вот это вот всё отправить. Друзья, я хочу сообщить вам радостную новость, что моя сумочка закончена. Но единственный момент, что я её с трудом держу в руках. Вот у меня ручонки такие, знаете, худенькие. И мышц у меня не очень много, хотя я пытаюсь их качать. Но мне вот тяжело её сейчас держать одной рукой, поэтому я положу её на пол для того, чтобы вам её показать. Пряжа вот эта очень тяжёлая. Это основной минус этой пряжи. Я сделала боковушки, которые не предусматривались по мастер-классу, по схеме. Это моё введение, потому что сумка выглядит слишком такой, как какой-то недоработанный, детской. Ну, как будто её реально вязал ребёнок. Ну, так-то она тоже не особо, знаете, такая парадно-выходная. Это авоська. Я и планировала сделать такую пляжную, лёгкую, летнюю авоську. Имея такой расхлябанный вид, мне нравится очень расхлябанный стиль, бога стиль, я люблю такой стиль. Мне вот нужна была именно такая сумочка. Но я понимаю, что в ней реально что-то не хватает. То есть, ручки как будто бы выглядят незавершёнными или завершёнными. Я не знаю. Напишите мне, пожалуйста, потому что я в магазинах видела много сумок, которые именно с такими ручками. То есть, это, видимо, был какой-то тренд. Плюс ко всему ручки тоже тяжёлые. Если я, например, обвяжу эти ручки, конечно же, будет круче, но сумка будет ещё тяжелее. Ну, хотя вопрос, насколько тяжелее. Да, здесь не так уж много пряжи идёт. Ещё сюда прямо-таки просится какой-нибудь брелочек или какой-нибудь пумпончик. Я не знаю, ну, насчёт пумпончика не знаю. Да, какого цвета здесь может быть пумпон? Но вот что-то реально сюда хочется повесить. Подкладку я делать не стала. Она у меня вся в таких дырочках. Правильно вы мне написали, что нужно просто класть всё в косметичку. Даже ключи можно кинуть в косметичку. Подкладка здесь выглядела бы очень странно, потому что сумка сама по себе такая, знаете, она даже не то чтобы не заслуживает подкладки, она здесь лишняя. Эта подкладка была бы, наверное, слишком для этой сумки иметь подкладку, потому что подкладка – это то, что обязывает делать вещь серьёзная, а эта вещь несерьёзная. Вот она мне нравится такой, какая она есть. Я пока что не могу оценить масштабы своей работы, и мне, наверное, нужно её убрать на какое-то время куда-то, чтобы так достать и посмотреть на неё со стороны. Бывает ли у вас такое, что вы не можете на своё изделие, которое вы сделали сами, посмотреть со стороны? Вот я сейчас на неё посмотреть со стороны не могу. Я её верчу-верчу, как мартышка и очки, но по факту это совершенно две одинаковые части. Единственное, что здесь, видите, у меня так получилось, ручная работа не может быть идеальной, здесь чуть побольше, здесь чуть поменьше, но с этой стороны всё ровно. Вот почему-то вот так вот получилось, хотя количество петель у меня абсолютно одинаковое, количество шишечек всё абсолютно одинаковое, но вот почему-то вот так вот, да, это, конечно, не бросается в глаза, это не принципиальный момент, но тем не менее. Конечно, когда мы туда что-то положим, она будет выглядеть круче, не такая плоская, но сейчас пока просто мешочек. У меня небольшая радость авокадо пустила новые листочки, посмотрите, он на зиму просто заснул, оказывается, сейчас проснулся и попёр вверх. Я специально его ставлю в такое не очень освещенное место, чтобы он тянулся вверх, чтобы у меня было деревца. Ребят, у нас нововведение, у нас запрещено продавать маски за деньги. Маски будут везде лежать в маркетах, везде, бесплатно. Представляете? Вот я ругалась, ругалась в прямом эфире, меня, наверное, услышали. Ещё в старом аэропорту, который сейчас уже не работает, по-моему, не работает, поправьте меня, если работает, будут делать больницу на тысячу комнат, тысячу палат. Ребята, я пришла на балкон показать вам вот это. Она огромна, огромна. У нас соседи жарят на балконе мясо. Ну, это вообще запрещено, но всё равно все жарят. То есть, как бы никто не ругается, никто не кручит, это нормально. Вот, уже вечереет. Погода сегодня тёплая, ласточки летают. Скоро лето. Доброе утро. Я завтракаю на балконе. У меня яичница с сосисками, два кусочка зернового хлеба, обожаю петрушку и майонез. Я без майонеза жить не могу. И себе в нём не отказываю, по чуть-чуть можно. Вчера я спекла банановый хлеб. Вот такой у меня влажненький, таким и должен быть. Шоколаду я не пожалела, как вы заметили. Вот такие огромные куски шоколада. Получилось очень вкусно. Кстати, есть небольшой секрет, что все кексы гораздо вкуснее на следующий день. То есть, когда вы сразу их пробуете, вы не можете оценить их вкус. И кофеечек. Это, ребята, за ваше здоровье. Пусть у вас всё будет хорошо. Пусть вы будете бодры и веселы. Как вы относитесь к ароматерапии? Знаете, я раньше относилась очень даже скептически. Но для того, чтобы относиться не скептически, нужно либо заболеть, либо попасть вот в такую ситуацию, в которую мы сейчас все с вами попали. У меня есть такая коробочка, и там куча-куча всяких аромамасел. Я давным-давно купила себе вот Изабелла, моё любимое масло крымское. И знаете, я вот нашла у себя в закромах антигрипп. Я сейчас читаю Свияши, и он рекомендует, я не знаю, насколько это правда, зажигать ароматические палочки, капать на свечку ароматическое масло, потому что воздух наполняется ароматами. Желательно, чтобы это были ароматы натуральные. Таким образом, всякие сущности в доме, излучающие низкие вибрации, могут с трудом там циркулировать, в этом воздухе. Поэтому часто окуривают палочками именно углы, да, часто же в углах скапливается грязь, физическая грязь, а энергетическая тоже, между прочим, возле плинтусов. Поэтому я сейчас зажгу себе лампу. У меня есть такая вот свечка. Зажгу себе лампу. Можно, кстати, просто даже капнуть маслечко на эту свечку. И я сделала тренировку свою. Пилата сделала, йогу сделала. Это масло очень-очень мятное. У меня есть еще масло лаванды. Ну, лаванды сейчас как-то мне почему-то не идет. Что у меня еще есть? Это у нас... Я не помню, что это. Кстати, коробки я уже выбросила. Есть у меня еще пачули. Пачули очень люблю, очень люблю пачули. Это прям мое. Бергамот. Ну, бергамот это апельсиновый цвет, которым у нас сейчас все здесь заполнено. Мне кажется, что все сошли с ума. Даже на турецком телевидении, мне кажется, уже в передаче у Дерии Байкал началось какое-то сумасшествие. Набегает по студии в носках с колокольчиками. Смотрите, кстати, мне очень нравится эта передача про рукоделие. Смотрите, мне Been the амори balcony. Продолжение следует...